Новая часовня на площади Кирова Быть, а древней Варваринской церкви по-прежнему угрожает опасность разрушения. Популярные туристические объекты станут доступнее. На строительство путей к ним выделено 160 миллионов рублей. Шерстяное тепло своими руками. Музей изобразительных искусств подвел итоги творческого проекта. Добрый вечер. На канале Ника Плюс. Время новостей. В студии Алена Сянти. Часовня на площади Кирова Быть, а древней Варваринской церкви по-прежнему угрожает опасность разрушения. На этой неделе в Петрозаводске состоялись слушания сразу по двум культовым объектам. Наиболее острые дискуссии развернулись вокруг фактического новодела – часовни святого Фадея Петрозаводского, которую обещают построить в центре города. Вместе с тем о разобранной на части церкви великомученице Варвары из-за онежской деревни Янда-Мозера говорят значительно меньше. Общественники считают, что памятник брошен на произвол судьбы. Александр Гнетнев подробнее. Строительство часовни святого Фадея обсуждали на публичных слушаниях более 300 человек. Константин Савандер – главный инициатор строительства. Он заручился поддержкой властей и еще до начала слушаний получил участок на главной площади Петрозаводска в аренду на десятилетие. Священник решил восстановить часовню святого Фадея и провести там же раскопки разрушенного храма на месте бывшей соборной площади. Если возможно возродить все то, не убирая памятник Кирову, не убирая театр, не перенося линии вот этих вот сетей. Представители православной церкви предлагают на участке в 669 квадратных метров воссоздать культовую постройку часовни и установить музейные окна, которые откроют вид на раскопки фундамента Святодуховского собора. По словам Савандера, бюджетных средств не потребуется полмиллиона рублей. Уже собрали прихожане, остальные деньги дадут некие благотворительные фонды из столицы. Позиция священника оказалась близка многим. У нас куда ни кинь, везде кафе, рестораны. Если мы не будем построить храмы, у нас мечети будут строить. Противники строительства часовни оказались в меньшинстве и столкнулись с волной неодобрения. У нас мало часовен в городе и мест для богослужения. Мало. Значит, мало. Лишняя часовня, на наш взгляд, это лишняя. Слова несогласных с православной общественностью тонули в гуле толпы. Креста на вас нет. Фраза, ставшая лейтмотивом слушаний. Уважаемые верующие, у меня такое ощущение, что вы иногда Библию не читали. В частности, слова любите врагов ваших. И очень по-хамски себя ведете. Зачем друг с другом воевать? Большинство граждан против часовни. Высокий градус дискуссий никак не повлиял на исход голосования. С большим перевесом победили сторонники строительства часовни. За проголосовали 257 человек. Против – всего 39. Еще 10 слушателей воздержались. Стоит напомнить, публичные слушания носят лишь рекомендательный характер. Пока вокруг часовни новодела, в Петрозаводске ломаются копья. Слушания по судьбе в Варваринской церкви из деревни Яндамазера прошли почти бесшумно. Несмотря на тот факт, что объект культурного наследия близок к разрушению и нуждается в срочных мерах спасения. На данный момент церковь разобрана в ходе реставрационных работ и, по сути, брошена под открытым небом в соседней деревне Типеницы. Фирма-реставратор обанкротилась и не завершила свой труд. Нового подрядчика для проведения работ еще только ищут. Судьба гибнущего памятника 17 века пока большого ажиотажа у населения карельской столицы не вызывает. Тепло в домах жителей, по информации Минстроя Карелии, начали отключать сегодня в семи районах республики и в Петрозаводске. Правда, по сообщению пресс-службы мэрии, решение об отключении тепла в столице будет принято только в понедельник, 29 мая. И это, судя по прогнозам синоптиков, благо для петрозаводчан. Ведь в ночь на субботу ожидается плюс 3, минус 2 градуса, днем от 6 до 11 тепла. В ночь на воскресенье 0 градусов, днем плюс 7, плюс 12. В Карелии продолжает работу федеральная целевая программа по поддержке туризма. В этом году 160 миллионов рублей государство направит на строительство наземных и водных путей к популярным туристическим объектам. Горному парку Рускеала, водопаду Белые мосты и гостиничному комплексу Ладожская усадьба. Вместе с общественными контролерами там побывала наш корреспондент Мария Кравцова. Этот водопад привлекает десятки посетителей в день. Только в прошлом году Белые мосты посетило около 200 тысяч человек. Дополнительного экстрима туристам добавляет дорога к нему. Присматривает за водопадами владелец гостиничного комплекса с одноименным названием «Впеткеранта». Участие в туристском кластере Южная Карелия позволило государству и заинтересованному бизнесмену сдвинуть дорожный вопрос с мертвой точки. 6,5 километров дороги до водопада построят за государственный счет, еще 3,5 – за инвестором. Сейчас в кластере 10 инвесторов и 160 миллионов рублей государственной помощи. Участие в проекте «Долевое». То есть, условно, на 3 рубля вложенных вне бюджетных средств государство готово вкладывать рубль бюджетных. Это первая дорога, которая строится за счет, ну, можно сказать, туристских денег для республики. Государственная машина иногда скрипит на поворотах. Например, хозяин Белых мостов дорожные работы ведет пока за свои деньги. Ждет продолжения государственных выплат. Обещанные уже другому инвестору 800 метров дороги на парк Рускеала, которая должна связать каньон с федеральной трассой напрямую, тоже пока не появились. Подрядчик не рассчитал свои силы и отказался от контракта. Ищут нового. Но инвестор не унывает. Да, шаг пробный, и я считаю, что он интересный. Для нас это большая экономия и выгодой, естественно. То есть, 40 миллионов, я считаю, подарок. Развитие собственной территории – непременные условия участия в кластере. Новый подземный маршрут в Русскеарских каньонах – ответ на подарок государству. Развивает свои владения и хозяин этого гостиничного комплекса в Сартовальском районе. Часовня в стиле «Северный модерн» и «Орнитарий» – дополнительные точки протяжения туристов. В качестве поддержки предпринимателю к ноябрю этого года углубят русло залива, чтобы к его причалу могли подходить не только небольшие катера. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал НИКО+. От настоящей овцы до готового свитера. И все своими руками. Музей изобразительных искусств подвели итоги необычного творческого проекта «Шерстяное тепло». Его участники научились стричь, чесать, мотать, прясть и красить овечью шерсть, а также делать из нее теплые вещи. Грантовский проект «Шерстяное тепло» посвящен сохранению и развитию традиционных ремесел, связанных с обработкой шерсти. Шесть месяцев его участники, студенты Петрозаводского педколледжа, изучали теплые шерстяные традиции русского севера. Первым этапом стала экспедиция в поселок Курки-Йоки. Молодые люди под руководством музейных педагогов стригли самую настоящую овцу, а затем чесали, пряли, мотали и красили шерсть. Из обработанного сырья изготавливали шерстяные изделия, шапки, шарфы и даже валенки. И все это по традиционным технологиям. Куда приятнее носить вещь, которую ты создал своими руками, ты приложил некие усилия, к этому я не просто сходил в магазин и купил ее за деньги. По словам авторов музейного проекта, по сути, студенты педколледжа не просто поучаствовали в мастер-классах, а получили полноценное дополнительное образование, которое вполне может пригодиться в жизни, особенно в условиях экономического кризиса. Это все новости к этому часу. После выпуска смотрите программу Светланы Пушкиной «Открытая дверь». А я, Алиона, сяньте с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»